Йоу, друзья! Всем привет! С вами Коча, срочное включение. В общем, возможно, вы помните, что несколько дней назад я снимал видеоролик, где человек таджикской национальности заявляет, что его избила толпа чеченцев и сделала из него инвалида. Он собирал деньги на свое лечение. Разумеется, я его карточку не выставлял, потому что, опять же, мне нужны доказательства, мне нужны пруфы, что действительно у него проблемы со здоровьем, и он нуждается в лечении, что это не какой-то шарлатан. Также я в том ролике сказал, что я не могу со стопроцентной вероятностью заявлять, что это правда сделали чеченцы, потому что никаких пруфов нету, но люди в комментариях массово писали, это были чеченцы, это были чеченцы. Он сам кричал налево и направо, что его избила толпа чеченцев, но почему-то никаких пруфов нету. Давайте вспомним мой прошлый видеоролик, а потом я вас, пожалуй, удивлю. Стали мне, короче, кидать видеоролики, где человек таджицкой национальности рассказывает новость о том, что его избила толпа чеченцев и сделала из него инвалида. Также те люди, которые мне кидали данные видеоролики, писали, что это были чеченцы. Также огромное количество людей в комментариях пишут, что это сделали чеченцы. От себя скажу, что у меня пока что нет никаких пруфов, чтобы заявлять со стопроцентной вероятностью, что это были чеченцы. Ссылочка на мой прошлый видеоролик будет в описании. И если вы помните, друзья, действительно, некоторое количество времени назад был случай, когда толпа чеченцев избила одного таджика. Ведь это подтвердил сам глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и Адам Делимханов, депутат Государственной Думы, его двоюродный брат. Они сами вмешались в это дело и занялись этим вопросом, и помогли этому таджику. И так вот, я думаю, вот этот таджик, да, вот этот человек, решил пойти по тому же сценарию, только этого таджика не избивали. Ведь в своем видеоролике я сказал, что если кто знает этого таджика, да, может этот ролик посмотрят его друзья или родственники, я прошу вас выйти со мной на связь. Потому что у меня есть выход на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, и нужно найти тех людей, которые его избили. Они же кричат, что это сделали якобы чеченцы, да, ну так давайте найдем. И знаете, что получается? Мне просто на почту кидают его карточку, куда нужно переводить деньги. Я говорю человеку, давай найдем, но ты же говоришь, что тебя избили чеченцы, а он вот со стороны, как я увидел, не хочет, чтобы находили тех людей, потому что их нет, он просто тупо наговаривает. Он решил повторить за тем таджиком, правда, того таджика действительно избила толпа чеченцев, и есть уже профы, доказательства, и сам глава Чеченской республики это подтвердил. А он решил по такому уже сценарию, но только его никто не бил. И спасибо тем таджикам, которые не стали стоять в стороне, которые заставили его признать свою вину, и спросили его за то, что он вот так нагло наговаривает на чеченский народ. Играет написание. Я хочу высказать огромную благодарность братьям-таджикам, которые не оставили это просто так и решили спросить его за то, что он просто так наговаривает на чеченцев. Огромное вам спасибо, ребят. И все равно этот человек рано или поздно будет отвечать перед Аллахом за то, что он сделал. Но видите, человек решил заработать легкие деньги, но не получилось, не фортануло. Нашлись люди, которые решили его проверить и никакие чеченцы его не избивали. Братья и сестры, ну а с вами был Коча ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube редко уведомляет вас о моих новых видеороликах и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду, пускай россияне знают, что никакие чеченцы его не избивали. Всем спасибо, пока-пока.